Следственный комитет Беларуси сегодня прокомментировал обстоятельства резонансного преступления в столичной гимназии номер 74, где учительницы были нанесены ножевые ранения. Какие заявления прозвучали, мы узнаем у нашего корреспондента Александра Камовича. Он сейчас на связи со студией. Александр, какая у вас информация? Добрый день, коллеги! В это время он нанес своей учительнице 17 ударов ножом в область шеи, груди, рук, кровь, которую нашли на пиджаке мальчика, ботинках, рубашке. Это и стало основной уикой. Кроме того, у него было обнаружено на правой руке, которую он, предположительно, и бил учительницу. Травма также резаная. Предлагаю сейчас послушать комментарии Следственного комитета по этому делу. Потерпевшая изначально, истекая кровью в помещении аудитории, сообщала коллегам из гимназии и прибывшим на место происшествия врачам о том, что преступление совершил ученик по фамилии Скакун. Далее факты. Непосредственно в день совершения преступления в присутствии защитника были произведены смывы с рук Скакуна-Доната. Также путем производства выемки была изъята одежда и обувь подростка. Также хочу отметить, что эксперты установили, что подросток понимал и осознавал то, что он делает. Судебная экспертиза пришла к этому мнению. В мае этого года, точнее в апреле, простите, прошел суд в Минске городской, который назначил Донату 8 лет воспитательной колонии. После его родители законные подали апелляцию. На этой неделе, во вторник, в высшем суде была подана апелляция, на которой суд оставил то же решение. 8 лет Донат отсидит в колонии воспитательной. Подробности этого дела мы сегодня расскажем в нашем вечернем выпуске в 21.00 в Панораме. Коллеги. Спасибо, Александр. Следственный комитет отделе гимназиста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова